Музыка Павел Днепрометрострой собирался проводить акцию протеста по поводу задержки заработной платы уже 10 месяцев. Мы уже проводили 9 месяцев, никто нас не слышал. И в очередной раз мы хотели выходить с акции протеста. Сегодня 8.30 утра господин Миллер приехал к нам с предложением, что есть договоренность Филатова выделить нам на погашение заработной платы 11 миллионов. Что нам пытается закрыть за весь вперед задолженности и тем самым, как говорится, рассчитаться. Это все будет на подставе мировой угоды, которая там в суд мы подавали, свой позыв. И на этой основе будет заключена, так говорится, договоренность по выплате заработной платы. Была информация, что это будут какие-то кредиты, кредитования. Да, они хотели, а нам они предлагали какие-то кредиты, которые, как они уверяли, работник ничем обязан не будет там перед банками. Но рабочие не согласились на это и требовали только заработную плату, потому как налоги при кредите не оплачиваются. А людям и пенсионы, и все остальные налоги нужно погашать. И поэтому я не знаю, почему раньше этот вопрос Филатов не решал с нами, а только на какие-то эти крайние меры пришлось идти. И поэтому... Какую сумму и в какой срок вам пообещали выплатить? Пообещали погасить всю сумму до 5 августа. 5 августа. 11 августа. До 5 августа. 5 августа. Если вы были бы 5 августа погашены за должность, если вы можете получить 10 августа, то вы думаете, что вы будете... Дальше опять так же будем бороться. Мы же за свое на Киеве не сдадимся ничего. За это время за должности на предыдущем митинге говорили, что в сложной ситуации не было следствия за оплату за общежитие, со здоровьем проблемы в других сотрудниках. Вы можете выделить какие-то ключевые проблемы? А есть ли такие, что сотрудники болеют, не приходят на работу, по состоянию здоровья или не за что добраться на работу? Да, конечно, все те же проблемы и остались. Люди так же не доедают. Люди живут проголодь, на работу пешком ходят. Больницы нас не принимают, потому что у нас не проплачено медобслуживание. И поэтому все те же проблемы остались. Нарок вот так же и стоит весь готовый и выйти, перекрывать и дороги, и все. Но мы сегодня отменяем эту акцию по договоренности. А с начала года сколько людей уволилось, если вы увольнялись? Да, уже много людей уволилось. Больше 20 человек. Больше 20 человек за последний месяц. Да, только за последний месяц 15 человек. Было 157, сейчас 20 человек. Может, этого и добиваются? Ну, вроде бы, как сейчас рассказывают, заходит с первого числа уже и генподрядчик, и работа должна начаться, и нас рассматривают в этой работе. Ну, будем смотреть, как это все будет происходить, потому что обещаний уже много было, а пока действия никаких. Неделю назад... Если что-то будет интересное... Какой сеть? Хозяйственный. Хозяйственный. От имени? Там была фамилия или там была организация? От предприятия. От предприятия, да? Нет. А, да, центральная 12, вот, да. А, да, 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 да. А, да, да. Кто стоял в Вахтопе? Четыре минуты. Да. Вот я и говорю, что я приходил на участие. Спасибо и вам. Слушай, Путерская, не Путерская. Пока еще есть 10 минут. Действительно. За другой выхода не вам. Это правильно. Да, ну, что я не слышал. А я там стоял. В общем, мы были тут. Собрались, что стояли, помолчали, два человека выступила. И сидеть, да, че-то, 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 а че-то не понятно. У нас получается объект, городской, площадка городская, метро, город. А мы непонятно кто-кто. Все. Вы пришельцы. А мы вообще, да, пришельцы. Естественно, пришельцы с космоса. Я же фамилию забыл, один депутат мне говорил. А че вы качаете, че вы работаете? Или вам надо? Вам не платят, а вы работаете. Да, все, добрые, да. Конечно. Яровой тебе лично спутник. Он готов кушать. Ковалда провисит. Да, он пошел. Да, где? Он желает тебе. Спасибо.